Товарное рыбоводство в Ростовской области может вскоре исчезнуть, так как на федеральном уровне собираются ввести новые требования и законы. Это что же должно было произойти, чтобы извести весь рыбный мир самого продуктивного в мире Азовского бассейна и заменить его рыбзаводами с искусственным воспроизводством. Но что еще интереснее должно было произойти, чтобы довести и рыбзаводы с искусственным воспроизводством до полной нерентабельности? Товарное рыбоводство в Ростовской области из-за очередных предлагаемых на федеральном уровне изменений может оказаться на грани исчезновения, заявил депутат регионального ЗАГС Собрания, бывший министр сельского хозяйства области Вячеслав Василенко. Идея пока лишь обсуждается, но пользователям рыбоводных участков, очевидно, доставят проблемы и новые ветеринальные правила, которые уже вступили в силу. По словам Василенко, федеральный Ростехнадзор захотел ввести обязательное декларирование безопасности прудов, как гидросооружений. Пруды собираются приравнять чуть ли не к объектам первого класса опасности. Проблема заключается в том, что если эта норма заработает, то пользователи прудов, которые выращивают там рыбу и раков, будут обязаны оформлять паспорт безопасности и еще целый набор других документов. Затраты на это по каждому пруду будут по миллиону рублей. Тогда о рыбном хозяйстве можно будет совсем забыть. Пока этот вопрос лишь обсуждается на уровне минсельхозов. Однако угроза нарушить стабильное и устойчивое функционирование отрасли более чем реальна. Так что в Ростовской области уже готовят возражения и попробуют придумать, что с этим всем делать. Тем более, что регион ежегодно производит 8% всей выращиваемой в стране прудовой рыбы. Похожие ситуации случались и раньше. Так в свое время пользователи прудов обязали платить за забор и изъятие воды из рек и водоемов. Это поставило прудовое рыбоводство на грань полного исчезновения. Тогда Ростовской области совместно с другими регионами удалось добиться того, чтобы вводный кодекс были внесены поправки. И эту плату отменили. Однако есть у прудового рыбоводства и еще одна проблема. С 1 сентября 2021 года вступили в силу новые ветеринарные правила для рыбных хозяйств. Поначалу считалось, что они коснутся только крупных предприятий. Однако, как сказал начальник отдела профилактики болезней рыб Ростовской области станции по борьбе с болезнями животных Александр Титаренко, позднее Федеральный Минсельхоз разъяснил, что они полностью касаются и рыбных участков, то есть водоемов или их участков, которые граждане берут у государства в аренду для выращивания аквакультуры. Также мы получили разъяснение о том, кто будет проводить все ветеринарные мероприятия, диагностику, исследования, отбирать пробы. Это будет проводить сам пользователь рыбоводного участка. Иными словами, людей, занимающихся товарным рыбоводством, приравняют к крупным предприятиям аквакультуры, обязав нести дополнительные расходы. При этом, по мнению законотворцев, это наоборот положительно должно сказаться на отрасли. Без ветеринарии, лечения и профилактики вырастет карпа в пруду при наличии сорной рыбы невозможно. Не получим мы двух-трех клетку, а будем иметь резервуар с разными заболеваниями. А пользователи рыбных участков будут скрывать эти заболевания, пока сами не придумают, как лечить, уверены чиновники. Но, скорее всего, пользователи рыбоводных участков их оптимизм не разделяют. Удивительное дело открывается от слова излияния главного чиновника сельского хозяйства, куда входила и рыбная, и виновника всех бед, экс-главы Минсельхоза региона Вячеслава Василенко, который в начале 90-х был совсем мелким служащим при дворе губернатора Чуба, но с большим рвением исполнял любую прихоть руководства. Бегал он когда-то с поручениями свыше об исключении рыбзаводов от платы за используемую воду. Очень им тогда хотелось бесплатного сыра за счет бюджета. Также при его участии была утрачена из оборота большая часть прудов Ростовской области, число которых насчитывалось за 3000 единиц, и не было никаких хозяев у гидротехнических сооружений. Вот допустим все понимают, что даже метр водонапорного фронта на плотине может привести к катастрофе при аварии сооружения. А Василенко утверждал, что это все безопасно. Но когда в Москве начали принимать меры по наведению порядка в этой отрасли, как чиновники в области забеспокоились за падением своих доходов на разделе ежегодного миллиарда бюджетных инвестиций в заводскую рыбу и стали бурно протестовать, продолжая свою вредительскую деятельность и сегодня. Для их обогащения даже внесли поправки в вводный кодекс о льготах. И вот теперь они гордятся, что они выращивают товарные рыбы аж 8% от общего вылова. Не хотят даже подумать, что до них рыбы в Азове, на Дону и Кубани было столько, что ей можно было накормить пол Европы. Чего же теперь удивляться тому простому факту, что от самого богатого моря в мире эти чиновники оставили только воспоминания современников. И ведь вместо наказания за содеянное ими зло, они опять процветают в качестве депутатов и чиновников, а то и почетных граждан. Выводы делайте сами. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok